Девушки отдыхают Итак, читаем про планетку Занету относится к планетам класса Мертвый сад В его осадочных породах обнаружены большие запасы карбоната, кальция Что указывает на возможность тектонической активности в прошлом и даже существовании растительной жизни Вероятные облака пыли и снежные массы появились относительно недавно Переведя к снижению солнечного потока и вымиранию растительности Гравитацию поверхности и температура вполне пригодны для большинства разумных видов И давайте запустим сканер Как вы видите, по моим ресурсам я обшарил большую часть систем И набрал довольно много ресурсов, я их пока не тратил Вот, поэтому у вас... Вот, видите, пожалуйста Вот анамалия Она что-то нашла Итак, сканирование выявило на поверхности планеты следы крупного кораблекрушения Позывные разбитого корабля сходны позывным торгового грузового корабля Альянса Истыват Нико Корпус судна серьезно поврежден Системы жизнеобеспечения повреждены Однако несколько членов экипажа могли остаться в живых Рекомендована максимальная осторожность Итак, сообщение Альянса Именем Альянса всем кораблям предписывается сканировать все частоты В поисках позывных грузового корабля Истыват Нико Пропавшего в этом секторе год назад Вознаграждение за любые сведения, которые прояснят судьбу Истыват Нико гарантируется Собственно, приземлиться, мои дорогие друзья Давайте Знаете, наше новое задание Надо было, правда, перед ним сохраниться Но Я надеюсь, что Все же все у нас будет хорошо Итак, мы приземляемся на стандартном Транспорте Значит, мы будем пешком Пробираться Как-то здесь все Туманно Чуточку самую Что ж Мы приземлились И мы здесь Одни Мы не можем сохраниться Что здесь Происходит Ну вы поняли, да? Короче говоря, здесь ходить очень Очень И очень опасно Расшатанные плиты То есть, если мы к ним Подойдем Мы можем, собственно, и вниз улететь Опс Шепарду тут весело, я смотрю Мы нашли глюк Небольшой Самую малость Подлетели чуть-чуть в воздух И, собственно, походу здесь и заостряли Расшатанные плиты Не хотят падать Но мы их все-таки Убили немножко Правда Это нам никак не помогло Так, загрузка Давайте заново Потому что Это Это баг Это глюк Бывает и такое Летающий шепард Это норма У меня буквально Секунду до этого Ну как секунду до этого Я, короче, альтабнулся Знаете, чтобы, ну, начать Нормально запись заново И у меня такой веселый момент получился Что у меня просто Вся картинка В прикольных таких красках была И, ну, короче, на карте Были видны только названия И больше ничего Вот Поэтому такое Ладно Нет, давайте это Вот так вот сделаем Это нам потом понадобится Ну, в общем, вы поняли Итак, где-то вот там вот Лежит очищенный ридий Мы его, насколько я помню Взять можем, но Для того, чтобы это сделать Нужно, короче, немножко Погемороиться будет Ладно Нужно вспоминать, как здесь ходить Очень аккуратно Так Здесь мы пройти не сможем, да? Это нам надо через крышу А на крыше Я уже не помню, как попадать Блин Хотя Нет, хотя, стоп Можно Вон, пожалуйста Почему бы нет? Там есть проход Так В принципе, нам в итоге туда же и надо будет Поэтому Почему бы нет? Почему бы нет? Очищенный ридий Последние часы жизни Данного Огромного судна Что же мы здесь такого найдем Там у нас еще очищенный ридий Самый простой способ Завраться наверх Это, естественно, вот так Пробежаться по балочке Все рушится Все рушится абсолютно Все неустойчиво Нестабильно Нужно быть очень осторожными Я, конечно, шучу Здесь мы, по-моему, не можем погибнуть Или упасть Как-то Криво Единственное, мы можем Как я уже недавно сделал Заглючить Нам нужно пробраться Вон туда Что-то еще обрушилось Нужно быть все-таки Аккуратными Судно прям Под нами трещит Хотя вот На самом деле Странновато, что оно прям Так раскорежилось От всего-то веса шепарда Это как-то глуповато Там маяк Ну, или Что-то типа Спасательные капсулы По-моему В общем, что-то там Сигнализирует о том Что нам туда нужно Тихо Тихо Еще, знаете, было бы прикольно Если мы такие, типа, идем Хренак за нами Какая-нибудь балка Обваливается К фигам просто Ну, типа, просто Не успел добежать Лучше, в общем, здесь Долго не задерживаться Чем дольше мы здесь будем Тем Сильнее корабль Захочет немножко обрушиться Ну, вот как у нас Сейчас произошло, да Нам же это не надо, правильно? Так Что с этой Ну, с этой стороны Мы, по-моему Не пройдем Единственное, я хочу Проверить, нет ли На, скажем так Первом этаже Вот тут вот Чего-то интересного Я просто не помню Есть ли здесь что-то Так, ну, там мы Определенно возьмем Сейчас что-то полезное Что-то там Вибрирует прям Сейчас мы узнаем Сейчас мы узнаем Что именно Вот здесь вот мы Не поднимемся Потому что лестница Сломана Здесь вторая лестница Сломана Но Шепард героически Проверается дальше Надеемся на то, что Мы сможем найти Что-то полезное На этом корабле Насколько я помню Я Был Я проходил Эту миссию Ну, как миссию Мы тут это Ну, увидите, да Короче, мы Чуть-чуть наклонились Туда-сюда Самую малость Бегом Надо носить Оттуда ноги Итак Данные получены Отряд эвакуирован Получены Очки опыта Получены Кредиты От сербера Получен Иридии И закрыть Весь этот отчет Ура, товарищи Мы только что Получили И выполнили Хорошую миссию Почему бы Нет? Ну, как? Это не миссия Это, знаете Так, чуть-чуть Чуть-чуть веселья Не больше, не меньше И надо будет Сейчас поболтать С теми Кто Находится у нас На корабле Мы с ними давно не общались И у нас есть чудесная находка Музей галактических исследований Альянса Земля Капитан Шепард Большое вам спасибо За данные Найденные среди обломков С Тываника Судя по данным Корабль атаковали Наемники Кравовой стаи И бойцы Ворка Согласно имеющейся информации На тот момент Члены экипажа С Тываника Оказались первыми Представителями Альянса Встретившими Ворка Ох и испугались же Они Наверное Мы высылаем Специальные команды Для сбора экспонатов Для музея Еще раз спасибо За вклад В ваше В наше дело Вот такие вот дела Ладно Давайте посмотрим Что у нас есть еще Сейчас мы быстро Пообщаемся Немножечко с командой Потому что Ну потому что Я этого не делал Уже достаточно давно Вот Плюс надо будет Купить Все доступные На данный момент Улучшения Слушайте Да он провидец Прямо Он прям знал Что она его подслушивает Учитывая Что она подслушивает Все время Это происходит Постоянно Поэтому не надо Быть провидцем Чтобы это знать Ага Ну ладно Поедем дальше И так Давайте посмотрим Наше улучшение Обзор прототипов Блин 2500 палладия Черт А у меня 258 тысяч Как же мне За это заплатить А ладно Так Прототипы Обзор дальше Жесткое укрепление 15 тысяч палладия Как мне не хватает денег Я понимаю Что я настолько Нагло Нагло действую Так Пройдя Кунверс Интенсивный Шепард Может изучить Дополнительную способность Бросайте Гранаты Наносящие Небольшой урон Обездвиживающиеся Цели В радиусе Поражения Почему бы Нет Прототипы Какие у нас здесь есть Интенсивная подготовка Нет Пока Пока не будем Улучшить оружие У нас К сожалению Нету Первое Ну короче У нас нет Улучшений Предыдущего типа Поэтому мы не можем Улучшить это Так Аварийные щиты Единство Полностью Устанавливающие Да без проблем 200 тысяч Это Куда не шло Хватит на все Продолжительность Действия Технических умений Стандартные Инструментроны Настроены для точности Инженеры отряда Кардинально меняют Их настройку Затавляя Бла-бла-бла-бла-бла Повысить Производительность Инструментом В каждом конкретном случае 3000 Без проблем Так Улучшение брони Еще какая-то Есть Нету Модификация Корабля Усовершенствование Медотсека В принципе Я могу это сделать Спокойно Вы видите У меня 200 тысяч Но Пока Точнее Как Мы можем Усовершенствовать В принципе Да Почему бы нет Что у нас В прототипах Еще появилось Нет Интенсивная Все-таки Только Хотя ладно Давайте глянем Что у нас Здесь Исследовать Светшумовая Граната Бросайте Гранату Небольшой урон Дайте угадаю Сейчас Если я выберу Еще раз Интенсивную Тренировку Он мне Даст Возможность Бросить Обычную Гранату Ладно Да Забыл Надо же Пообщаться С нашими Друзьями С чего бы Джокер Вдруг Занерпничал Даже не знаю Так Кстати Мы можем ли Как-то провести Собрание Вот я не помню По-моему Мы Этим Не занимаемся Ну да Ладненько Поговорить С ним Можно Ну и ладно Вообще Нехороший Человек Пойдем Так Как Заиду Что Рисходим Он Хотя Поболтать Любит Так Каюты Экипажа Почему бы Нет Почему бы Нет Так Здесь Мы можем Сходить Метотек Кстати Говоря Если Вы Посмотрите На нашего Персонажа То Все Раны Которые У нас Были Они Как бы Занят Ну Зажили Больше Не причиняет Никаких Проблем Но У нас Есть Оборудование Для Пластической Хирургии Которое Позволяет Убрать Абсолютно Все Шрамы Которые У нас Были Могли Быть Или Будут Если Мы Будем Злыми Персонажами И Шрам У нас Не Будет Заживать Полностью Брать Шрам На лице Замаскировать Кибернетическими Имплантами Да Почему Б И Нет Просто Ради Фана Шрамов Как Вы Видите У нас Нету Но Мы Сделали То Бутылочка Бутылочка Брэнди Да не за что Хорошо Когда Команда Хорошо Питается Ясно Пока Мы Не Выполним Кое Какое Задание Бесполезно Разговаривать По-моему Вообще С кем Либо Кроме Двух Персонажей На этом Гребаном Корабле Это Касуми Хорошо Я спрошу У Джейкоба Нравится ли ему Девушки Так Здесь все тишина Да Никто не хочет Болтать Ну хорошо Что нам Расскажет Заид Мне просто Интересно И пойдем Потом уже Наверное На следующее Задание Я подготовил Еще одно Я не помню Что там Но Знаю Определенно Что Оно Наподобие Предыдущего Которого Только что Видели Это Доп Задание Которое Необязательное К выполнению Но Они дают Нам Некоторое Прибавление Тех или иных Ресурсов Скажет Оно Два Тайп Не Болтал На Которое Трайм Килл И Психопат Многие Не Можем Знать Дальше Я Поговорю Поговорю Дальше Шепард Окей Ну в общем Заид Нам тоже Поболтал Нечто Интересное Ну как Интересное Но вы Поняли О чем Я Так Кстати По-моему Мы больше Не можем Поговорить С Джек Она Нам Тоже Вроде Ничего Интересного Не скажет Но я попробую Еще раз Все-таки Глянуть Возможно Что-то Да Расскажет Нет так Нет Как говорится Так Что-то 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 Интересное Unless Что-то 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 И некоторые, потому что... Эй, почему бы не так? Ты работаешь довольно трудно не позволяешь людей с близкими. Я был с многими людьми. Если ты спросишь о жене или девушке, нет. Это не раздражение времени, и это никогда не работает. Ты позволяешь людей с близкими, это просто означает, что они нужны более короткие ножки. Лонен и живые работает просто хорошо. Спасибо. Ты тяжелый, но ты не сможешь проживаться alone все эти годы. Когда я начался, я работал с этой девушкой, Менара, и ее мальчик. Они знали их наоборот. Я думал, что они помогут мне. Правильно. Они помогут мне в их крови. И когда мы наконец-то взяли что-то огромное, они помогли мне на мою частью взаимодействия. Я знал, где я была идти. И я получил их первое. Я никогда не обманулся с друзьями после этого. Они звучат как милые дружицы. Это не значит, что они будут убить тебя. Я получаю чувства. Я не нужна свидетельствия. Я делаю это смертное дело. Я всегда делаю это смертное дело, если люди разговаривают со мной. Это, наверное, что ты должен помнить. Ты работаешь довольно трудно не позволяющим людям с близкими. Я была с многими людьми. Если ты спросишь о девушке или девушке, нет. Это не так, что не работает. Ты позволяешь кого-то с близкими, это просто означает, что они нужны короткие ножки. Служенно и живо работает хорошо. Спасибо. Ха. Ха. Я должна идти. Но мы должны это снова. Погоди. Мой раз с вопросами. Люди обычно ходят сейчас. Почему ты действительно задаешь все эти вещи? Какое твое игре, Шепард? Я никогда не встретил кого-то, как ты. Все равно. Это вероятно, что ты можешь взять. Это всегда делает. Потом, Шепард. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А вот. На самом деле, Джек просто никому не доверяет и боится кому-либо доверять, потому что боится быть обманутой. Ну, или что-то в этом духе. Ладненько. Давайте уже поедем на ту миссию, о которой я говорил. И будем ей, собственно, заниматься. Помимо прочего, у нас, как я уже говорил, опять-таки, есть одна миссия, которую нам нужно выполнить, но ее нету. Здесь она вот тут вот находится. Защитить контрабанды. Грюсь. Но у меня пока силенок на него не хватит, к сожалению. Поэтому придется проходить те миссии, которые мне доступны, но при этом, которые, скажем так, могут мне быть под силу. Ну, я не знаю, если это нормально, можно так сказать. Ладно. Вот, как видите, на Омеге у нас появилась аномалия, которой раньше не было. Появилась она, естественно, при таком же обследовании одной из планет. И она на Фатаре. Это одна из планеток, находящаяся вот в этой системе, сверху, вот здесь. Я думаю, что кому интересно, тот найдет. И находится аномалия на вот этой вот планетке, самой близкой к звезде. Выходим на орбиту. Давайте прочитаем, кстати, про планетку. Лорек — это редчайший образец обитаемой планеты, вращаясь вокруг Красного Карлика. Первоначально это была колония Азари, называвшаяся Эсан. Но в 1913 году ее поглотила батарианская гегемония, вызвав при этом галактический скандал. Несмотря на все попытки полководца из систем Терминус получить Лорек так и не смогли. Лорек обладает низкой плотностью, состоит из камня, легких металлов и насыщенной водой коры. Он гравитационно связан с Фатаром. Обращенная к звезду часть является полюсом жары, темная — полюсом холода. Вода на жаркой стороне быстро испаряется, переносится к островам у обитаемого Терминатора громадными бурями. Затем выпадает снегом и на теневой стороне. Высказываются опасения, что скопление льдов на темной стороне может привести к смещению орбиты через несколько миллионов лет. Но батареанские власти считают эту территорию безответственной выдумкой радикальных антигегемонистов. Вот такие вот дела. Ладно, запускаем сканер. И где-то здесь у нас есть... Ну, вы видели, да, где у нас есть эта фигня? Единственное, я хочу еще найти в умеренных запасах. Все исчерпано, наконец-то. Запускаем. Итак, обнаружена аномалия. В ходе сканирования обнаружен передатчик, передающий сигналы, зашифрованный ключом неопознанного агента Цербер, действующего под глубоким прикрытием. Признаков жизни агента не обнаружено. Также обнаружено множество источников сигналов, использующих шифрование сложнее с шифромотрядом затмения. Что я предлагаю сделать? Так как я не помню, что здесь конкретно, да, я, естественно, сохраняюсь перед этим, чтобы, если что, я мог спокойно выйти с этой планеты нафиг и пойти проходить какую-то другую миссию. Потому что если я сейчас буду сидеть и тупить 3 часа, я не думаю, что вам это понравится, поэтому приступим к следующей миссии, если вдруг на этой у меня будет что-то плохое.